Ну что, мои дорогие, пришло время покидать Копенгаген. Последний раз я прощаюсь с гаванью Ньюхавен. Продолжаем смотреть на яркие и красивые домики, которые здесь стоят. Как же они вчера вечером были красиво освещены. К сожалению, у меня села батарейка, я не могла сфотографировать. Но ночью тут поистине завораживающая картина невероятной сказки. Вот видите, собирается экскурсионный кораблик, народ садится. Ну вот, и уже да, настала мне пора двигаться в аэропорт. И я продолжаю, собственно, свой путь в Москву и потом обратно в Хьюстон. Вот так вот. Ну что, что вам хорошего еще можно рассказать про Копенгаген? Он мне безумно понравился. Для первого знакомства с городом, мне кажется, я успела очень многое. Обязательно сюда еще вернусь и посмотрю город как следует. Потому что я посмотрела только дворец Кристиансбург, решив не разбрасываться и не носиться как собака по всему городу. Посмотрела все его части, которые предоставлены публике. Вот так вот. И, соответственно, я не видела ни Амалиенбург, не видела русалочку. Ну, в общем, народ не очень понимает, что там к ней ходить. Поэтому я решила, ну, ее к черту. Вот так вот. Ну и тоже еще там Розенбург дворец. Много чего есть в Копенгагене, что еще нужно обязательно посмотреть. Я бы, в общем-то, наверное, рекомендовала, допустим, неделю в Копенгагене провести. И тогда можно будет успеть со вкусом, не спеша посмотреть. Все-все-все-все. Так что вот так. Ну что, начнем мое путешествие, можно считать, практически завершенным. К сожалению, я бы хотела, конечно, остаться подольше, но дела зовут. К тому же количество отпускных дней в году у меня не бесконечно. Но ничего, я думаю, что этот год удался по количеству новых впечатлений от новых мест. Особенно, если чуть-чуть Америку. И поэтому, наверное, все очень даже неплохо и хорошо. К сожалению, я не успеваю на открытие рождественских рынков, которые как раз сегодня должны быть в 12 часов в саду Тиволе. Но, к сожалению, тут уж с этим ничего не поделаешь. Самолет у меня улетает 12.55. Поэтому да. Но хотя бы маленькие рынки я видела в городе вечером. Не центральный большой, который в Тиволе. И немножко вот эта атмосфера рождественской Европы я смогла зацепить. В Москве даже есть целая, как сказать, секта людей, которые обязательно каждый год перед Рождеством ездят в Европу, как раз чтобы походить по этим рыночкам и почувствовать атмосферу сказки Нового года. Вот так вот. Но я не принадлежу к этой секте. В общем-то, может быть, я просто немножко этого уже видела. Мы видели и в Стокгольме вот эти рождественские рыночки. И поэтому, в общем-то, я довольно спокойно к ним отношусь. Вот так вот. Ну вот. В общем, продолжаю я двигаться к метро. От моей гостиницы, которая, в общем-то, в центре города находится. Ну и там до ратуши, грубо говоря, от моей гостиницы, там, допустим, 15 минут пешком. И от гостиницы до аэропорта 22 минуты, Гугль обещает. Вот. Я вот сейчас дойду до станции метро. Сколько мне тут? Ну, наверное, если быстрым шагом без чемодана, то минут 5 идти до метро. И, да, дальше там типа 15 минут на метро, и я в аэропорту. Представляете? Вот такой вот городочек, не очень большой, который довольно быстро проезжает. Вот так вот. Ладно, все. Заканчиваю я болтать. И уже пора... Будет сейчас... Перейду через дорогу, и пора будет заходить в метро. Вот еще раз покажу вам местный театр красивый.